В белорусском городе Калинковичи установили памятную стелу погибшим землякам. Гранитные, мраморные, бетонные плиты с именами павших воинов есть в каждом населенном пункте. Это горькая летопись Великой Отечественной войны, и вряд ли она дописана до конца. В Калинковичах решили, что на мемориальной плите должны быть выбиты имена всех жителей города, которые ушли на фронт и не вернулись. Поэтому на памятник землякам собирали средства всем миром. Мы находимся в Калинковском Калинковичском музее, в зале военной истории. Перед нами стена памяти, на которой запечатлены лица людей, ушедшие на фронт. К сожалению, уместить всех наших земляков, всех калинковичан здесь, в стенах нашего музея, не удастся. Разве можно сосчитать всех тех, кто не вернулся с войны? За первые семь дней войны в рабоче-крестьянскую Красную Армию в СССР призвали 5 миллионов 300 тысяч человек. Фактически численность Красной Армии удвоилась. Но огромные, невосполнимые потери требовали все нового и нового пополнения. Были найдены 499 фамилий, достоверных, документально подтвержденных фамилий наших земляков, которые погибли на фронте. Опираясь на этот список, в 2015 году, к дню освобождения города от немецких фашистских захватчиков, был открыт памятник землякам. Из небольшого белорусского райцентра на фронт призвали более тысячи человек. Сколько точно отправилось на фронт, сколько погибло, пропало без вести, на этот вопрос вряд ли кто-нибудь даст точный ответ. Часто призванным в армию даже не успевали оформить документы, не говоря уже о смертных медальонах, которых попросту не было в первые дни войны. Именно в этом одна из причин наличия большого количества безымянных воинских захоронений. Памятник в городе Калинковичи стал символом возвращения имен павших из безвестности. Помогли этому авторы проекта, студенты и преподаватели кафедры архитектуры Белорусского государственного университета транспорта. Размышляя о теме, как увековечить память этих людей, мы прежде всего подумали о вечном огне. Конечно же, газопровод туда никто тянуть бы не стал, поэтому мы решили сделать символический вечный огонь. И мы его изобразили в виде трех плоскостей гранитных. Проект был изготовлен совершенно бесплатно. Тут были и гражданского долга людей, и мы смогли его реализовать. Это был их речной проект и, конечно, желание детей показать себя и внести свой вклад в память о наших предках. Кроме вечного огня, мы еще хотели добавить людей, чтобы это пространство было более объемным. И вот каждая стела, мы ее символизировали как отдельного человека. В итоге получилось 10 стел, на каждой изображено определенное количество, там где-то 40 или 50 фамилий. Когда было открытие, я наблюдала, люди ходят среди этого пространства. Не просто мы пришли к одной какой-то плите и положили туда цветы. Они ходят, они ищут свои родные фамилии. И у них была возможность положить сверху этой стелы цветы. То есть для них я заметила, это было очень важно, что не просто куда-то я к центральному камню положил, а именно к своему. В сообщениях с фронтов всех, кто погиб или пропал без вести, называли просто безвозвратными потерями. По данным официальной статистики, такие потери Красной Армии, военно-морского флота, пограничных и внутренних войск, с учетом попавших в плен и пропавших без вести, составили 11 миллионов 400 тысяч человек. В годы Великой Отечественной войны каждый седьмой житель Калинковича не вернулся с фронта. Но земляки знают и помнят их имена. Пока мы живы, будем помнить. Пока мы помним, будем жить.